В сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Борьба за власть в Газе продолжается. Хамас не сдается, а США оказывают давление, чтобы заключить сделку. Также мы покажем неопровержимые доказательства 7 октября. А Чак Холтон и Пол Стрэнд расскажут, почему западное мышление не работает на Ближнем Востоке и может усложнить войну. Все это и многое другое в этом выпуске место встречи Иерусалима. Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим» и я ее ведущая Джули Стал. Цахал продолжает операции в Газе, в то время как в Катаре начинаются переговоры о прекращении огня. За последние дни Цахал уничтожил более 50 туннелей на границе между Газой и Египтом. На этой неделе Израиль направил высокопоставленную делегацию в Катар для переговоров с целью закончить войну между Израилем и Хамасом и вернуть заложников домой. Также на этой неделе Иран подвергся одной из крупнейших кибератак в истории. Пока Израиль находится под угрозой нападения со стороны Ирана, в Катаре начались переговоры о прекращении огня без участия представителя Хамаса. США и Европа добиваются соглашения о прекращении огня, чтобы закончить войну в Газе, освободить заложников и, возможно, остановить нападение Ирана. Все внимание и надежды миллионов в Израиле и миллионов в Газе прикованы к возможным переговорам о соглашении в этот четверг. Президент Байден делает ставку на соглашение о прекращении огня, которое, по его мнению, может предотвратить войну в регионе. Президент Байден не жалеет усилий в обращении к мировым лидерам, чтобы привлечь как можно больше ресурсов для поддержки этих усилий. Хамас по-прежнему придерживается своей позиции и не желает сдавать власть в Газе. Тем временем Нью-Йорк Таймс сообщает, что США убеждают Израиля отказаться от действий в Газе после ликвидации или захвата 14 тысяч боевиков Хамаса. Они считают, что террор-группировка уже никогда не сможет совершить новую атаку наподобие 7 октября. Израильский генерал-майор в отставке Яков Амидрор не согласен. Он говорит, что если сейчас Израиль выведет войска, то через год Хамас станет лишь сильнее. Высший генерал Цахала утверждает, что войска в Газе по-прежнему нужны, чтобы заставить Хамас выдать заложников. Хамас должен знать, что пока они удерживают наших заложников, каждый день для них будет еще более горьким, чем предыдущий. Мы будем усугублять ситуацию, пока нам не удастся вернуть заложников. А иранская прокси-группировка Хизбалла продолжает обстрелы на севере Израиля. Сам же Иран подвергся масштабной кибератаке, которая привела к отключению банкоматов и серьезным сбоям в работе финансовых учреждений. Сообщается, что активисты, выступающие против режима, вывесили плакаты, которые обвиняют режим в финансировании региональных войн. США, президент Колумбийского университета, подала в отставку после нескольких месяцев волнений, вызванных ее действиями в связи с протестами сторонников Палестины и угрозами в адрес еврейских студентов в кампусе. Пока израильские войска продолжают наносить удары по Хамасу в Газе, администрация Байдена надеется, что усилия по прекращению огня позволят предотвратить войну в регионе. Тем временем, экс-президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает право Израиля на победу в войне с терроризмом. Администрация Байдена настойчиво добивается соглашения о прекращении огня. В четверг возобновились переговоры в Катаре. В этот самый момент моя команда находится в Дохе. Белый дом считает, что переговоры начались успешно. Возобновление этих переговоров – важный шаг, и накануне этой встречи мы уже сблизились по некоторым вопросам. США также надеются, что переговоры помешают вполне реальным угрозам со стороны Ирана или Хизбаллы начать массированные атаки на Израиль. Мы располагаем информацией о том, что атака может произойти вообще без предупреждения и, безусловно, в ближайшие дни. Касательно переговоров о прекращении огня, Госдепартамент признает, что основная проблема в том, что Хамас на переговорах не присутствует. Конечно же, впереди еще очень много работы. Это сложная ситуация и сложное соглашение. Наши партнеры заверили нас, что Хамас в той или иной форме будет участвовать в переговорах. Тем временем Израиль продолжает наносить удары по Хамасу в Газе. Мы действуем повсюду, и на данный момент уничтожили более 17 тысяч террористов. Только за последний месяц Цахал уничтожил более 50 туннелей террористов в секторе Газы и на границе с Египтом. Мы не хотим, чтобы Хамас получил такие возможности и сохранил свое присутствие в секторе Газы. Израильские военные заявляют, что готовы к массированным атакам Хизбаллы или Ирана в ближайшие дни. Мы постоянно продолжаем собирать разведданные и готовиться к ударам в небе над Ливаном и на других фронтах. Мы находимся в состоянии полной готовности к обороне и нападению. США кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп выступил на мероприятии, посвященном борьбе с мировым антисемитизмом. Это вспышка антисемитизма, а он весьма воинственный, не должна иметь ни малейшего шанса, никакой поддержки в цивилизованном обществе. Он также сказал, что поддерживает Израиль в его борьбе за победу над врагами. Если я вернусь в овальный кабинет, то буду поддерживать право Израиля на победу в войне с терроризмом. У них должно быть право на победу в войне. Далее мы покажем вам улики тщательно спланированного массового убийства 7 октября. Следующие два сюжета может быть трудно смотреть, но в них содержится информация о Хамасе и о 7 октября, которую большая часть мира до сих пор отрицает. В первом сюжете представлены доказательства, которые проливают свет на трагедию 7 октября и на дьявольский план, с помощью которого была организована резня. Во втором сюжете мы побываем в Кибуцине, Рим, который по-прежнему остается зоной боевых действий, и поговорим с его жительницей, Адель Риммер. Мы покажем эти истории, а затем послушаем комментарии Чака Холтона и Пола Стрэнда. История событий 7 октября раскрывается в больших подробностях по мере появления новых материалов, которые находят в Газе и на израильской территории. Транспортные средства, оружие, фото и видео, большинство из которых были сняты самими Хамасом и исламским джихадом на камеру GoPro, помогают рассказать историю того рокового дня. Одна из самых шокирующих вещей – это то, как враги Израиля годами прививали молодежи ненависть к евреям, как показано в этих детских книжках. Нападавшие были снабжены камерами, чтобы документировать свои действия. У одного из убитых в Аакиме террористов солдаты нашли руководство, в котором террористам предписывалось сосредоточиться на видеосъемке боя, убийств и захвата пленных, а затем объяснялось, как выложить все это в соцсети. Десятиминутная подборка видео посвящена терактам на фестивале Нова и в населенных пунктах, прилегающих к полосе Газа. У некоторых из террористов были удостоверения БАПР и международные удостоверения личности. А рукописная записка одного из командиров, найденная в Сдироте, описывает их врага как неизлечимую болезнь, с которой можно справиться только путем декапитации. А в арабской шпаргалке было написано, как произносить фразы на иврите. Например, «Сними одежду». В дополнение к этой жуткой истории прилагается множество предметов, в том числе наборы для похищения, которые содержат электрошокер, стяжки, жгут и препараты для успокоения жертв. Там же был автомат Калашникова со штыком и мачете для вырезания органов, что они делали систематически. А это карта кибуца Биэри, где было убито более ста человек, а тридцать взяты в заложники. Мне бы очень хотелось сказать, что я потрясен, но, к сожалению, это не так. Знаете, исламские фундаменталисты, джихадисты всегда говорили, что сначала нужно убить людей субботы, а потом в воскресенье. То есть, сначала нужно убить евреев, а потом прийти за христианами. Что бы они ни делали с евреями, в следующий раз это произойдет в христианском мире. Ари Готесман также ознакомился с материалами. Он сказал, что был поражен, увидев планы, которые были составлены за много лет до реальных событий. Это значит, что это была не просто мгновенная атака. Нет, это методичная, спланированная, последовательная атака, направленная не на солдат или военную стратегию, а скорее на то, чтобы посеять террор, нанести вред невинным людям, убивать людей и домашних животных в их собственных домах. Директор программы общественной дипломатии «Хартленд» Гедалия Блюм говорит, что увидев артефакты и вещественные доказательства, он понял, что это не просто локальный конфликт. Это глобальный инцидент, в котором участвовали люди со всего мира. Усилия этих людей, которые вооружают террористов Хамаса, предоставляют им необходимые разведданные и финансируют через Бапор, должны восприниматься как война против Запада, и Израиль находится на передовой. Блюм считает, что вместо того, чтобы использовать эти доказательства для убеждения тех, кто отрицает нападение, их нужно использовать для укрепления тех, кто любит и поддерживает Израиль. Нам нужно перестать играть в оборону, начать играть в нападение и больше побеждать. Это мой главный вывод. Мы должны использовать это для укрепления нашей собственной решимости и создания лучших возможностей для Израиля. Спасибо, что приехали в мой кибуц. Здесь по-прежнему зона боевых действий. Мы беженцы на своей земле. Мы не можем здесь жить. Это закрытая военная зона. Я, как и 70% моей общины, пока что живу в Биаршева в качестве временного решения, пока мы, наконец, не сможем вернуться домой. Адель Реймер поделилась с нами трудностями, вызванными разлукой с друзьями и близкими. Именно поэтому она продолжает выступать за восстановление своего района, чтобы жители могли безопасно вернуться домой. Когда вы живете в кибуце, то обычно не запираете входную дверь. Вы ходите на лужайку, видите соседей, ходите в маленький магазинчик. В этой общине нас 430 человек. И я знаю всех. Кибуц – это гораздо больше, чем просто дома, столовая и поля. Кибуц – это община. Адель рассказала нам, что ее сын приехал как раз в тот день, когда Хамас разрушил ее любимый дом. 7 октября я была здесь. Мой сын сидел у двери и держал ручку, а я сидела на кровати. Террористы проникли во многие из этих комнат, потому что их легко вскрыть. Двери не закрываются на замок. Она запирается только если потянуть ручку вниз. И удержать ее закрытой можно только силой. Затем она показала нам другое место, судьбоносное для нее в тот день. Мы отправляемся в дом моего зятя. Именно здесь, 7 октября, я чуть не потеряла трех своих внуков. Террористы вошли в дом. Мой зять был одним из тех, кто подвергся нападению первым. У него было оружие, и он с детьми укрылся в безопасной комнате. Он услышал, как террористы вошли в дом. В этот момент им оставалось только ждать в укрытии. Трое моих внуков лежали на этой кровати. Он сказал им, прячьтесь под одеяло. Вы услышите громкий шум. Не выходите отсюда, что бы ни случилось. Он взял оружие и ждал, пока не увидел, как двигается ручка двери. Ударом ноги он открыл дверь и выстрелил в террориста, который был прямо там. Прямо за дверью. Реймер говорит, что в ее кибуце произошло несколько чудес. Например, из Лерима не похитили ни одного ребенка. Я поняла, что это были бы мои внуки. Если бы он не защищал их с оружием, их бы убили или похитили. Трое солдат Сахала вошли в кибуц раньше всех и храбро сражались с террористами, пока не погибли. Их тела забрали в газу, а здесь на стене написано «Кан Нихамубос». Здесь храбро сражались герои Израиля. Это бомбоубежище. Так и есть. Это было еще одно из маленьких чудес в тот день. Стоя у забора, через который прорвались террористы, Реймер говорит, как сильно пострадал Нерим. Здесь, в этом регионе, многие были за мир и работали над созданием мирных отношений. Мы построили так много мостов, но в тот день они все рухнули. А эти животные, эти монстры, решили прийти и погубить именно этих людей. Сейчас Адель сосредоточена на том, чтобы двигаться дальше. В настоящее время кибуц ремонтирует столовую с бомбоубежищами на обоих этажах, переносит круглосуточный магазин в безопасное место и восстанавливает инфраструктуру. Адель надеется, что до ее возвращения дом будет отремонтирован, особенно бомбоубежище, чтобы обезопасить ее не только от ракет, но и террористов. Она также планирует заменить окна, двери и увеличить террасу. Это станет моей победой. Так я верну себе свой дом, свою жизнь. У меня столько всего отобрали. И я ни за что не оставлю все как есть. Я вернусь сюда и устрою все еще больше и лучше. Мы отстроим наше сообщество, чтобы молодые семьи смогли вернуться, а новые, надеюсь, с маленькими детьми захотели к нам присоединиться. Далее. Реалии жизни на Ближнем Востоке, которые не совпадают с западными представлениями. Со мной в студии военный корреспондент Чак Холтон и корреспондент Пол Стрэнд. Добро пожаловать. Рады быть здесь. Пол, вы здесь уже полтора года. Что изменилось в вашем восприятии с тех пор, как вы сюда приехали? Ну, во-первых, на Западе все постоянно говорят о земле в обмен на мир. Израиль может получить мир, если просто отдаст землю. Но теперь я понял, что это просто означает, что вы дадите им землю в качестве платформы. Враги Израиля не хотят решения о двух государствах. Они открыто говорят, что хотят решения на основе одного государства. Поэтому, если вы дадите им землю, они создадут условия для того, чтобы попытаться захватить остальную территорию. Поэтому применение силы просто необходимо. Я это усвоил. Мы также видели в вашем сюжете, как детей по ту сторону учат, что евреи – это паразиты, и евреев нужно уничтожить. Это не просто стремление вернуть землю. Они хотят очистить ее от тех, кого они считают, как я уже сказал, паразитами. Это очень беспокоит. И я думаю, что для этого потребуется нечто такое же масштабное, как деноцификация Германии после Второй мировой войны. А затем джихадисты. Вы видели это поклонение смерти? Адель и ее друзья в своих ебуцах в окрестностях Газы нанимали газанцев на работу, принимали их у себя, называли по имени и все такое. А они вернулись к себе и передали Хамасу информацию о том, где и сколько живет людей. Это культ смерти. Евреи хотели дать им хорошую жизнь в Газе. Адель верила, что они смогут это сделать. А газанцы в итоге хотели только одного – стереть евреев с лица земли. И это очень страшно. Наблюдать такую картину день за днем. Да, вы правы. Чак, вы много лет освещали боевые действия в этом регионе. Как вы думаете, что люди должны знать об этой войне? У каждой войны свой характер. И здесь дело в том, что израильтяне не могут отделить себя от нее. Она находится прямо у них на пороге. И, как отметил Пол, в историю, которую вы нам показали, люди в Кибуце, которые находятся прямо на границе, пытались наладить контакт с палестинцами. Они пытались подружиться с палестинцами, но у них ничего не вышло. Что меня огорчает по поводу того, что произошло 7 октября, так это то, что в Израиле существует довольно строгая по сравнению с Соединенными Штатами система контроля распространения огнестрельного оружия для самозащиты. Чтобы получить оружие, вы должны доказать, что вам угрожает какая-то опасность. И многие люди, которые жили там до 6 октября, не имели права на получение огнестрельного оружия, потому что правительство утверждало, что им ничего не угрожает, что нет никакой угрозы. А непонимание соседей или, может быть, умышленное невежество или просто предубеждение – это то, с чем время от времени сталкивается любой человек. Мы пытаемся представить наших врагов так, будто они такие же, как мы, и будто они хотят того же, чего и мы, но в данном случае все совсем не так. Они не хотят того же, что и мы. Мы поклоняемся жизни и процветанию. Они поклоняются смерти и ненависти. И пока они поклоняются смерти и ненависти, мы будем находиться в зоне повышенной опасности. Мне интересно, как много таких людей теперь, когда они переедут обратно, будут искать возможность получить разрешение на огнестрельное оружие, чтобы иметь возможность защитить себя и свои семьи. Вы показали, как они работают над своими убежищами, чтобы сделать их более безопасными. Мне просто интересно, многие ли из них будут искать возможность получить разрешение на огнестрельное оружие. Возможно. Итак, господа, у вас по 30 секунд. Почему американцев должна волновать эта война? Ну, очевидно. Как было сказано в одном из сюжетов, сначала евреи, люди субботы, а затем христиане, люди воскресенья. Мы должны понять, что радикальные исламисты думают, будто у нас ложная религия. И они думают, что у них есть разрешение, фактически приказ Аллаха, стереть нас с лица земли. Или, по крайней мере, сделать нас своего рода рабами. Ну, знаете, зими. Кажется, так они это называют. Это ужасная история о том, что евреи падут первыми, а потом они придут за нами. Я думаю, люди должны понять, что это Третья мировая война. И что силы тьмы, силы ненависти и смерти нацелены на всех нас. И они понимают только один язык, язык насилия. Поэтому, если вы хотите их сдерживать, то единственный способ сделать это – применять силовое давление. Разговоры с ними, скорее всего, не принесут желаемого результата. Большое спасибо за вашу проницательность. Пусть люди вас услышат. Спасибо, Джулия. Далее в программе. Иерусалимский молитвенный завтрак приходит на Тайм-сквер как раз перед важнейшими дебатами в ООН. У Иерусалимского молитвенного завтрака большая миссия – мобилизовать церковь, государственных лидеров и ключевых влиятельных лиц по всему миру на молитву за мир в Иерусалиме и процветание Израиля. Его организатор Альберт Векслер дал интервью Крису Мичеллу о мероприятии, которое пройдет в Нью-Йорке. Альберт Векслер, рад приветствовать вас в нашей студии. Как, по-вашему, что сейчас чувствуют израильтяне в связи с угрозой надвигающейся войны? Как мы себя чувствуем? Израильтяне очень взволнованы. Они постоянно находятся в напряжении по поводу надвигающихся событий. Они устали ждать. Это похоже на шестидневную войну, когда Израиль ожидал три недели. Что ж, время покажет, что произойдет. Да, именно так. И в следующем месяце нас ждет большое событие. Вы принимали участие в организации молитвенного завтрака. Расскажите нам о молитвенном завтраке и почему следующее мероприятие так актуально. 15 и 16 сентября в Нью-Йорке собираются Генеральные ассамблеи ООН. Правительство отправит послов, чтобы те проголосовали против Израиля. Не нужно быть пророком, чтобы понять, что мы столкнемся с дипломатическим цунами. И мы просим, чтобы народы, знаете, люди, люди из каждого государства, каждого штата, города, Соединенных Штатов, встали на защиту не только Израиля, но и своих стран, своих штатов, своих городов, своих семей. Ведь мы так часто не согласны с действиями наших властей. И когда они отправляют своих послов осуждать Израиль за защиту своих гражданских, эвакуированных городов, нашей страны и самого нашего существования, мы должны привлечь христиан к молитве. И я думаю, многие приедут, многие встанут и присоединятся к нам, потому что они знают, как важно молиться за мир в Иерусалиме в это время. Насколько важно молиться за Израиль, начиная с 7 октября, в связи с политическим цунами, о котором вы говорите, и глобальной волной антисемитизма. Ну, по-моему, это самая важная заповедь в Библии. И не думаю, что я преувеличиваю, но в Слове Божьем сказано, молитесь о мире в Израиле, да будет покой любящим тебя. А на каждой еврейской свадьбе, когда жених собирается поцеловать невесту, он говорит, если я забуду тебя о Иерусалим. Так важно ли молиться, помнить, возносить Иерусалим, как нашу высшую радость, как велит нам Библия? Думаю, да. И все встает на свои места, когда мы молимся об Иерусалиме, как заповедал Бог. Столько всего происходит внутри нации, внутри политики. Ведь это внешнеполитическая доктрина Бога. А Он провозгласил это еще Аврааму. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Альберт, где можно получить больше информации, как посетить мероприятие? Это просто. Зайдите на наш сайт jpbny.org и подайте заявку на приглашение всего в один клик, и мы предоставим вам всю информацию jpbny.org. Альберт Векслер, спасибо, что были с нами. Вам спасибо, Крис. На этом сегодняшний выпуск программы подходит к концу. Спасибо, что присоединились к нам. Вы можете подписаться на наши обновления в соцсетях, а также получить доступ к материалам CBN через новости и приложения CBN. Пожалуйста, продолжайте молиться за мир в Иерусалиме, за бойцов Цахала, за тех, кто оказался в беде, и за возвращение всех заложников. И помните, не дремлет и не спит Бог, хранящий Израиля, вас и меня. Я Джули Стал. Увидимся в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR-TV и Bible Media организации Weekend. «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.